Всем привет! У нас новый день, воскресенье сегодня. Фу! Какое воскресенье? Суббота! Я уже так хочу воскресенье, наверное. Да, сегодня суббота, и мы с Сережей уезжаем. Встала я сегодня рано, разгребла немножко Викину комнату. Ну и немножко, хорошо там, да, я поубрала. Там осталось уже немного. Там двоих вещей я не трогала, их пока постельная еще осталась. А так, в принципе, уже освободила там место с утра. Обувь всю поскладывала уже. Ну, в общем, с утра уже была на ногах, просыпаемся. У меня одна мысль. Мы справимся, мы все сделаем, мы все сможем. Вот тяжело, да, правда, очень тяжело. И морально, и физически. И хочется все охватить, хочется все быстро сделать сразу. И потом понимаешь, что это невозможно, нереально, ни физически, ни финансово. В общем, никак. Что все равно это все будет потихоньку, постепенно. А оно настолько вот этот рвет прямо. Ах, давай, давай, может там, а может там. А может, ну хотя бы вот так, хотя бы временно. Нельзя делать временно, я это понимаю. Нужно успокоиться, потому что все, что временно, это надолго. Это факт. Вот, поэтому мы с Сережкой приняли решение. Мы сделаем тайм-аут на выходные. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Ну, как тайм-аут? Я с утра все равно еще греблась. Ну, ничего. Я имею в виду, глобально уже мы на сегодня делаем себе отдых, потому что нужна разрядка. Нужно сменить обстановку. Ну, тяжело, очень тяжело морально и депрессивно как-то. Нет, хотя мне нет. Я постоянно выгребаюсь. Я вижу какие-то результаты в процессе работы. И оно как-то легче становится. А Сережа, он на работе и приезжает домой. И, ну, как бы разницу видит, но все равно оно его как-то гнетет все это. Вот. Ну, поэтому мы решили поехать в гости. Все поедем в деревню с ночевкой сегодня. И там на рыбалочку сходим. Сережка сходит. Посидим, шашлычок пожарим. В общем, такой сделаем себе отдых, потому что так можно сойти с ума. Нужно все равно немножко отвлекаться от этого всего. И, ну, чтобы с новыми силами приступить опять к этому. Вика остается дома. Назар, кстати, все-таки решил с нами ехать. Да, вчера говорил, не поеду. Мы думали, вдвоем поедем. А сегодня я сказала, не, наверное, я поеду. Интернета нету. Два дня я звонила за интернет, чтобы пришли, подключили. Жарко, я мокрая. Вот. Чтобы пришли, подключили. В итоге звоню на второй день. Говорю, давайте, наверное, мы будем от вас отказываться. И я хотела уже другого провайдера подключать. Ну, в общем, они посмотрели, говорят, у нас отмечено, что мастер у вас был и подключил. Вы представляете, я говорю, никто у нас не подключал, никого не было. Вот. И он говорит, мы обещаем, в понедельник вам придут. Ну, не знаю, если в понедельник не будет, то это капец. Я думала, ты совсем отказалась. Отказалась? Я попыталась отказаться. Он говорит, типа, ну, на выходных нам все равно, даже другой паралайтер нам не подключит. Если в понедельник до обеда... Не будет мастера, ни звонка, ни ответа, ни привета, я буду звонить еще раз и уже окончательно отказываюсь. Мы его просто не пустим. Спасибо. Ну, правда, как-то так по-дурацки все это ведут они себя. Ну, да ладно уж. Поэтому без интернета выкладываю видео с мобильного, раздаю интернет и, в общем, так выкладываю. Пакет с пакетами в зале справа сразу, слева. Вот такие вот дела. Так что все, ничего не получается. Назару скучно без интернета, и он едет с нами. И прекрасно, пусть подышит немножко тоже на свежем воздухе. А Вика остается дома мыть. Вика будет мыть холодильник. То, что я не доделала. Все, а мы в дорогу. А еще забыла сказать, мы сегодня сдаем еще квартиру. И я забыла вставить в это, в прошлый влог. Да, в прошлом. Ну, да, мы же вчера мыли квартиру. Вставить, какая квартира была в период, когда мы туда заезжали. То есть изначально. Какая мебель, там мы убирали, поубирали, все. В общем, сейчас я вставлю, посмотрите. Мы пришли на эту квартиру. Сейчас с Викой все перемываем, чтобы ее сегодня сдать. И это моем. Сейчас я мою холодильник. Я с утра уже просто вообще, ребят, не берусь даже за камеру. Потому что с утра встала там, мыла кухню, шкафчики вверх. Весь помыла там плитку. То есть все. Вот. А теперь прибежали сюда. И здесь сейчас моем. Вика заметает. Покажи, какая квартира была изначально, как мы заезжали. В принципе. Вот таком она была вот такая вот пустенькая. Назара комната вообще была пустая. Нет, тут стоял диван, который у меня стоит. А, вот сюда была пустая. Вот такая вот. Сейчас еще грязно, конечно. Коридор пушкой. Ой, как-то грустно мне. Вот тут все. Вольный туалет. Это опять рум-тур сейчас. Вот сейчас забрать свои вещи. Мы заберем все швабры, мыющие. Вот так вот. Все надо убирать, потому что переносилось. Ничего еще не можно. Это картина, ну как картина, фото. Не знаю, что это такое. Короче, вот это я оставляю, как хозяйка сказок. Если не надо, то выброшу. Если надо, то пусть остается. Не буду с собой забирать. Ну, как-то так. Как-то так. Убираемся. Немножко грустно. Но ничего. Зато мы повспоминали сегодня самые теплые моменты в этой квартире, пока мы жили. Ну, как-то все равно по-своему классно. Коридор тоже уже пустой. Вот эту мы оставляем под обувь. Сережа сказал, мы будем забирать. У нас там все равно, мы будем там ремонт делать. Все новое, все меняется. Ну, если скажет, что выносить, то вынесем. Не, если скажет, что и не нужно оставлять, то вынесем, конечно. Тогда забиваем. Все, за работу, зайчик, давай. Все, мы уже тут закончили. Вот так поубирали холодильник, перемыло, оставили открытыми. Морозилку, холодильник, в общем, все. Здесь все чисто. Комнаты чистые. В общем, оставляем такое же, как заезжают. Да? Да. Вот здесь комнаты тоже уже все. И чистим. Да, вот это мы забираем. Это я оставляю договор уже до завтра. И все, это наши моющие. Мам, подержи, пожалуйста. Бабулька к нам пришла. Ключи, дочь, твои. Рюкзак мой где? Так пошли комнаты пока. Что ты тут забираешься? Я уже собираю. Схватила коробки. Так, все, здесь тоже у нас все помыто. Все перемыто, все чисто. Балкон, шкаф пустой. Сочно пустой. Перепроверю, у нас это сочный. Ну, то не наше, потом было хозяйство. Такая уже была. Я не думаю, что на шкаф где-то лазит. Так, все. Так, Вика комната тоже чистая. Вика комната чистая, да. Слушай, а теперь такие просторные комнаты, когда пустая. Ну да. Вообще капец. Олей, это свечка, да? Он тут был, я его тут заставляю. Да. Отпала. Отпала? Так. Ну и все, иногда комната полная. Боже, пусть спала. Тин-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Не, не такая большая, кажется, да? Угу. С мебелью была маленькая. Не, она небольшая, на самом деле. Все. Идем домой. Домой идем, дальше там мыть. Я уже как уборщик сейчас хочу. Клининг. Можем работать в клининге. Да, мы можем работать. Бегают мои мальчишки по магазину. Мы уже скупляемся, сейчас и выезжаем. Вернее, уже скупились. Всяких сладостей, хлебушек, подсолнечное масло. В деревне дорогое, поэтому купили и повезем. Что мы еще? Лаваш, угли купили. Мясо сказали, не надо есть. Купу на заромат. Вода. Давай мне бутылку одну. Наверное, здесь быстрее будет сына. Да, метро выберем. Вот, что мы там еще? Печенька. В основном сладости набрали. Едем чай пить. И пиццы всякие. И все, и выезжаем. А угли в машине уже ты отнес, да? Хорошо. Ой, ребятки, едем отдохнуть. Перемену обстановки. Кофе? Да нет, там есть кофе. Еще и подарок с собой везем. Наборчик там. На кухню подарок везем. Мы едем. Как хорошо. Забыли магнитолу, поэтому поет Сережа. Ха-ха-ха. Класс. Ты с ним хоть треск. Сынок, подпевай. Я не знаю, что есть. А? А мне скучает кто-то. Вот на мостах. Класс. Ой. Я рада, что мы немножко вырвались. Сейчас, котенок. Это, пауза. Рекламная пауза. Не, не рекламная, просто пауза. А что ты? А, где все? Ну, выезжаем из города. Мы уже заправились. Так, продукты купили. Все вроде бы сделали. Справились. Сережа опарышей купил еще на... Вот таким он. Рыбалку. Ну да. А я читала ваши комментарии. Ай. Хочу сказать спасибо за поддержку. Ну, и критика очень такая. Вы знаете, я даже не хочу оправдываться. Что-то говорить, объяснять. Почему не ходили. Почему не убирали. Как так можно. Вообще. Даже не буду ничего комментировать. Если так было, значит, были на то свои причины. Я вам показываю просто этап, новый этап нашей жизни. Как у нас будет продвигаться. Как мы будем обустраивать наше гнездо. Как мы будем дальше все это делать. А почему так было и что, я даже не хочу. Это все люди разные. И если вы считаете, что я такая плохая, ужасная. Потому что там пишут, ноготочки себе делает. Реснички себе делает. А к свекрови сходить поубираться не может. Вот. И ГАИ там не любит. Вот такое отношение к свекрови. Нормальное у меня отношение к свекрови. У нас прекрасные с ней отношения. Мы никогда не конфликтовали. Не ругались. Даже когда жили вместе. Поэтому я без комментариев. Я даже не буду ничего рассказывать и объяснять. Не ходили, не убирались. Значит, были на то свои причины. И я писала это в комментариях. Отвечала, что нам не позволяли этого делать. Потому что для меня уборка это половина выбросит. Свекровь не могла мне этого позволить никогда. Поэтому я не сунула свой нос. И если попросит помощи, я помогу. Если нет... Чего навязываться? Чего навязываться, да. Я знаю, что не раз предлагалось. И никто нам не дал бы этого сделать. Поэтому, пожалуй, это все, что я могу вам объяснить. И не нужно придумывать и фантазировать. Вот так и вот так. Мы вам показали наш новый этап жизни. Мы переехали вот такую квартиру. Да. Но я вам скажу и за это спасибо. Мы наведем порядки. Мы все сделаем. Я очень благодарна. Ну, это лучше, чем мы на съемной квартире выкидывали деньги на аренду. Я вам скажу, я подсчитала буквально на днях. Без коммунальных услуг за эти два года мы на квартиру выкинули около 200 тысяч гривен. То есть это где-то 6-7 тысяч долларов. Ну, вы представляете эту цифру? Я считаю, это глупо продолжать выкидывать деньги на аренду. Тем более, когда нам ее подняли, это был один из толчков что-то думать и делать. Мы думали о ипотеке изначально. Мы с Сережей разговаривали, думали брать в ипотеку. Но на ипотеку нужен был первый взнос. Поэтому мы рассматривали варианты продажи викиной квартиры. В общем, разные варианты. Потом вот так вот приняли решение совместно с Сережиной мамой, что так будет лучше и мы будем те же деньги влаживать, только уже в свою и не влазить ни в какие кредиты. Поэтому я больше не хочу это честно обсуждать. Вот так вот нам повезло. И не нужно мне там писать. Вот, просмотры упали, вернулись в сарай, в свинюшник. Не вернулись, мы перешагнули в новый этап нашей жизни. И мы его пройдем, вместе пройдем. И меня это радует, да, тяжело морально, да. Потому что мы банда! Так что вот так вот, ребят. И, ну, больше дальше. Я могу вообще, в принципе, больше не снимать. В квартире у нас достаточно жизни и за пределами квартиры. Но мне казалось, что будет интересно то, и как будет преображаться квартира, как будет уборка проходить, подготовка к ремонту, ремонт и так далее. Но я так смотрю по комментариям, что, может, и не стоит этого делать. Я не знаю. Потому что, правда, люди придумывают, фантазируют, такого понабисывают. Я сижу, ну, не то, что меня там это обижает. Мне просто смешно и удивляет глупости людей. Вот, некоторые, да. Сирый вообще хохочет. А он говорит, ой, класс. Так что вот так. И не потому, что мы там обнищали, я не просила никогда денег, ни на что. Мы будем делать все своими силами. Да, у нас нет сразу, чтобы вложить быстро в эту квартиру. Но ничего, мы постепенно будем влаживать. Где-то, может быть, в кредит что-то брать, какую-то технику, возможно, в будущем, мебель и так далее. Но все будет по мере, знаете, решаться проблемы, по мере поступления. Это приятные хлопоты, приятное вложение, я считаю. Поэтому вот так, как-то так. Да! Все, едем отдыхать. Я в этом видео, наверное, закругляюсь. Оно у меня такое болтушное получилось. Просто хотела, правда, ну, мне сейчас в дороге не очень просто отвечать на комментарии. Поэтому я решила так ответить. Я почитала и, в общем, даю ответ. Вот так. А вы мне, пожалуйста, напишите, стоит ли мне снимать дальше этапы нашего продвижения по квартире. Или просто я не буду снимать в квартире, пока мы все не сделаем, наверное. Но это будет долго. Это будет долго. Вот такие дела. Все, вот такие у нас планы. И, в принципе, я эту тему закрываю. И даже на подобные комментарии отвечать не буду, не обижайтесь. То есть, кто не смотрел, значит, ваши проблемы. Кто смотрел, я считаю, вопросов не должно быть возникать. Ну, а там посмотрим. Ладно. Все, всех люблю, всех целую. Встретимся уже в деревне, в гостях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok